На юг от Вены есть небольшой городок Санта-Карана. Поехали мы туда в отпуск. Ну отпуск, не отпуск. Решили 5 дней отдохнуть в городке на этой улочке, вот в этом маленьком отеле. Собственно называется он не отель, он называется кафе, но при нем есть пара хороших номеров. И вид с этих номеров великолепный. Воздух свежайший, панорамы красивейшие, тишина неописуемая. Все располагало к отдыху. Пошли как-то гулять. И обнаружили мы пещеру. Нет, на самом деле эта пещера была обнаружена давно. В 1790 году мальчик, бегая по горам, ловя птиц, как утверждается, эти птицы были голуби, проваливаются в дыру. Эту дыру впизнали, что там что-то есть. И называли ее чертова дыра. Гарманчик упал в эту дыру, и группа мужественных мужчин все-таки бросилась его спасать. Спасли, и к дыре решили присмотреться. Правда присматривались очень долго. Так пещера долгое время оставалась чертовой дырой. Пока в 1836 году писатель Крикел отважился на то, чтобы своими друзьями, несколько мужчин из соседнего замка, решили обследовать эту пещеру. И спустились вниз. Спустились они на глубину 125 метров. Дальше могли бы, может быть, и спускаться, но ходы и лазы были настолько узкие, что они дальше не пошли. В конце 1843 года решил более тесно изучить эту пещеру. Опять же, была собрана команда, было дано хорошее финансирование. Звали этого товарища Герман Штайгер. Герман Штайгер осмотрел эту пещеру, собрал команду, обследовал ее. И убедившись, что в этой пещере есть некие финансовые возможности, купил все ходы и выходы в эту пещеру. И уже через 6 лет организовал там экскурсии. То есть обеспечил какие-то проходы, какие-то переходы, насколько он мог, там, систему безопасности. А в 1845 году Герман продает уже подготовленную пещеру. Ее перекупает барон Дитрих. И этот барон включает эту пещеру в туристические справочники Австрии. Потом была война. Новый владелец умер. В 1869 году была опять церемония открытия этой пещеры. Появились первые альбомы, фотоальбомы. Но пещера так и оставалась названием первого владельца. Как вы помните, даже не пещеры, а всех входов в пещеру. Герман Штайгер. Так она называется до сих пор. Где-то уже в конце 19 века началось новым арендатором пещеры открытие новых залов, новых каких-то ходов. Обследование продолжается, по сути дела, до сих пор. Последняя биологическая экспедиция была в 2015 году. Сейчас обычный маршрут прохождения туристов и любопытствующих где-то 1100 метров. Более-менее оборудованы. Возможность продвижения по пещерам составляет где-то 4 километра. Перепад высот на этих пещерах составляет 73 метра. А общая протяженность всех пещер, как утверждается, порядка 150 километров. Мне доводилось бывать уже в потомных пещерах, например, в Моравской лазни. Но они очень сильно отличаются от тех пещер, которые мы увидели здесь. Если в Моравской лазни огромные залы высотой по 50 и выше метров, диаметры могут быть и 50 и 100 метров, то здесь все проходы узкие. Вверх идут только трещины по 15-20 метров и вниз тоже могут быть. Самый большой зал, который мне пришлось здесь видеть, имеет в диаметре, как ее здесь называют, большая комната. Эта большая комната в диаметре, ну, может быть, метров 10, не более того. Так что впечатление от этих пещер более гнетущее. Именно что-то таинственное, подземное. Так и ждешь, что сейчас из-за какого-то камня вылезет некий монстр и захохочет. Продолжение следует... На сегодняшний день существует специальный закон Австрии. Его первый вариант был разработан еще в 1931 году. Херман-пещере из-за уникального научного значения был предоставлен статус памятника природы. И сегодняшний день все еще действует закон о защите пещеры провинции Нижняя Австрия. Этот закон предоставляет ей статус особо охраняемой природной пещеры. Проводились последнее время, вот, например, в августе 2015 года, было проведено исследование пещеры и всего животного мира этой пещеры. Херман-штоле, то есть пещера Херман, обеспечивает летучих мышей в зимний период, ну, как считается, идеальными условиями для, например, зимовки. Многие мыши слетаются в эту пещеру зимовать. Так, например, во время контрольного отлова этих мышей было собрано 65 различных мышей, и они оказались семи различных видов. Измерив, там, окольцевав или не окольцевав, проведя какие-то мероприятия, их, конечно, выпустили. Были обнаружены даже какие-то подземные животные полтора миллиметра длиной, даже имеющие какие-то там щупальцы с очень острыми краями. Живут там кузнечики пещерные, постоянные гости являются какие-то животные абсолютно слепые. Есть пауки, многоножки, жуки, целые ряды бабочек зимуют в этих пещерах. В норах, которые выходят на поверхность, входы, живут павлины. Я никогда, например, не знал, что есть такое громадное количество видов летучих мышей. Так, например, летучие мыши слетаются в эти пещеры с радиуса до 30 километров. Исследования показали, что летучие мыши, оказывается, живут более 10 лет. И их только видов летучих мышей набралось аж 14. Вообще их было в пещерах больше, но проводимые хозяйственные работы в округах, использование, например, химикатов различных, уменьшевое поголовье, ну, по крайней мере, на сегодняшний день считается, что в этих пещерах живут до 700 мышей. Для любопытствующих назовут только несколько видов мышей. Например, подкова нос, усатая ночница, ночница натеррера, длинноухая ночница, большие мыши болотные, недопырь, барбастелли, коричневый ушастый. Это вот только несколько видов мышей. Как вы заметили по видеокадрам, наш проводник вышел вместе с нами из пещеры одновременно, ну, может там, на 20 секунд раньше. И мы по очень крутой, неудобной, я скажу, опасной дорожке еще минут 15 спускались вниз. По пещерам мы поднимались почти час и спускались по наружной дорожке минут 15. Когда мы спустились вниз, к домику проводника, он уже там стоял, переодевшись, и пил горячий чай. Значит, он знал какой-то еще ход, который был, ну, наверное, чуть ли не вертикальный. Потому что добрался он туда, ну, в лучшем случае, за 5 минут. Вот такие тайны хранят эти горы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА